Друзья, приветствую! Кирилл из Москвы прислал посылку с образцами масла Edemitsu Zepro EUROSPEC 540. Это полнозольное масло с спецификацией для можно так по названию судить для европейских автомобилей. Здесь SNCF A3B4 Mercedes допуск BMW Longlife 01 502 505 от Volkswagen. Значит, из Volkswagen Apollo 2012 года 1.6 бензин с пробегом чуть менее 100 тысяч. Так, ну давайте первоначально, конечно, я создам эталон данного масла. Я еще еще не проверял. Для этого закладываю пару капель. Сейчас посмотрим, что какая спектрограмма будет. Вот такой спектр. Сейчас увеличу зону эстеров. Эстеров здесь никаких нет. Похоже, есть небольшое количество салицилатов, как говорят. Далее выбираю масло. Сейчас посмотрим, что намерил прибор. Подкорректирую. Значение, лимиты и можно будет проверять отработку. Так, смотрите, прибор противоизносных присадок 95 процентов прибор намерил. Ну да, похоже на полнозольное. Так, 1.66 кислотное и 9.3 щелочное. Цифры очень правдоподобные. Я даже их корректировать не буду, так и оставлю. То есть для полнозольного 1 в 1. ГОСТ для свежего показал бы, ну, наверное, ближе к 11.10, 10.6, 10.8. Все. Значит, вас отвлекать не буду корректировками. Просто показал, что намерил прибор. Ну и подкорректировал, подправил и можно приступать к проверке отработки. Как я уже говорил, это 1.6 бензиновый мотор CFNA. Такой достаточно старенький. Ну, по разработке я имею ввиду. По-моему, в Европе они уже сняты с производством. Так, объем масляной системы 3.6 литров. Пробег на масле 169 мч при средней скорости 23 километра в час. Такая городская скорость. В отработке 64 процента противоизносных присадок. Гликоля нет. Сажа минимальный уровень 1 процента. Не сильно подросло. Значит, кислотная 2.48 и чуть просела, конечно, но тоже в приемлемых уровнях щелочное 6.1. Мотор, на мой взгляд, работает хорошо. Особо нареканий вообще по нему нету. Ни гликоля, ни высокой какой-то сажи даже для бензина. Ну и окисление здесь получается у нас 0.8. Ну да, примерно так и должно быть. Единица плюс-минус на 200 моточасах здесь 200 нету, но 0.8. То есть не вижу никаких проблем с мотором. Даже, кстати, воды немного для города 461 ppm. Так, давайте посмотрим, что произошло с вязкостью на этом пробеге. Так, свежие отработки. У меня тут закончились пипетки. Пришлось купить новые. Нашел только чуть меньшего объема, поэтому вместо двух качков приходится делать три. Так, а здесь по вязкости есть существенное разжижение. Ну, здесь объяснимо. Это городская эксплуатация. Плюс, возможно, чуть-чуть форсунки все-таки подливают. Все-таки даже для города, мне кажется, это великовато. 64 процента из 100. Вот. Возможно, имеет смысл помыть форсунки, как-то почистить. Да, не забывайте, пожалуйста, отметить видео. Подписывайтесь, кто не подписался, нажимайте колокольчик. Сейчас покажу вам расчетный ресурс, скажем так. Ну, смотрите, вот масло и провалилось по вязкости. 7200 и 313 моточасов. Ну, сильное, да. Надо признать, что разжижение достаточно сильное. Вот. По моющим и нейтрализующим свойствам это у нас 7400, 321 моточас. Ну и нитрование 404. Да, как я уже неоднократно говорил, что нормальная работа двигателя это 400-500 моточасов по оксидам азота, по нитрованию. Здесь 404. Ну, возможно, что, конечно, такой уровень топлива, тем не менее, повлиял на спектр масла. Немножко его там оказалось влияние на результат. По идее, так должно быть. Сам производитель прибора заявляет, что если разжижение очень сильное, то как бы результат некорректный. Ну, я не сказал бы, что здесь очень сильное, но такое приличное. Вот. Не знаю, как по стоимости масла, честно говоря, не смотрел я. Но, на мой взгляд, для европейских автомобилей неплохой выбор. Значит, если машина работает нормально, то масло спокойное, я думаю, что 300 моточасов своих отходит. Вот. А может быть, в некоторых автомобилях и побольше. Все-таки здесь объем картера 3,6, а бывает там и 4, и 5, и 6 литров. Вот. Масло по запасу достаточно крепкое, кислотное невысокое, щелочное, наоборот, высокое. Поэтому запас у него хороший. Вот. Если стоимость приемлемая, то вполне годный вариант для европейских автомобилей. А последнее время, как показывает практика, корейские масла достаточно. Хотя, хотя и деменцию тоже не корейское. Да. Но, тем не менее, смотрите, приценивайтесь. Вот. Как вариант, масло неплохое, крепкое. У Кирилла по автомобилю вопросов я тоже, как бы, никаких не вижу. Все, все, в общем-то, хорошо. Кроме небольшого подливания форсунок. Вот такой получился тест. Благодарю Кирилла за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.